Дети с утра бегут в школу. Я не видела, чтобы мой ребенок бежал в муниципальную школу. 1 сентября 30 ученикам, которые учатся в частном лицее самоопределения, возможно, бежать будет некуда. Дело в том, что у лицея своего помещения нет. Он арендует классы в 59-й школе, а также в промышленном экономическом колледже. Но в этом году в обоих местах в аренде отказали. Родители не ожидали. Говорят, детям комфортно, наполняемость классов небольшая, внимание уделяли всем. Поэтому и выбрали в свое время частную школу. Разница в условиях и отношении к ребенку. Обучаясь 4 года в муниципальной школе, мой ребенок на уровне психологическом, скажем так, заработал себе сейчас хроническое заболевание. Директор самоопределения Людмила Бледнова не раз обращалась в комитет по образованию с просьбой помочь решить проблему с арендой. Но там ответили, что возможности больше нет. Потребности муниципальных школ увеличились. С каждым годом растет число детей в городе Барнауле. Увеличивается число детей от 3 до 4 тысяч. Растет число первоклассников. И поэтому для нас сейчас, в принципе, важен каждый кабинет в каждой школе. Кроме того, в этом году Рособорнадзор лишил самоопределения аккредитации по основной школе. Это значит, что учить детей здесь могут, лицензия есть, но выдавать аттестаты девятиклассникам нет. А забрали аккредитацию, как утверждает директор, по двум причинам. Войти в систему ФРДО, называется Федеральный реестр документов об образовании. Это очень хорошая система, но она несовершенна. И для того, чтобы ее сделать, понадобилось очень много времени. И мы не уложились в сроки. Это раз. Первая причина. Вторая причина. Мы занимали еще аренду в колледже, в нашем уважаемом промышленно-экономическом. Потом занимали аренду. Надо было ее оформить. Министерство образования отказало в аренде. Но в Министерстве образования называют и другие причины. Несоответствия заключались в следующем. В связи с тем, что в данном учреждении в течение ряда лет не велись такие предметы, как музыка, технология, искусство. Кроме этого, не реализованы в полном объеме другие предметы. Это биология, но и иные предметы. Это физическая культура. Директор самоопределения признает, что были проблемы с учителями. Поэтому некоторые предметы действительно не велись. Но теперь все устранено. По словам Людмилы Бледнова, еще 20 лет назад в городе было 11 частных школ. Теперь их 6. Правда, в Министерстве образования говорят, что никакой тенденции по сокращению частных школ нет. Тем не менее, к 1 сентября лицей должен либо переехать в другое помещение, либо закрыться. Но найти новый дом, уверена директор, шансов почти нет. Ведь учить детей можно лишь в специально оборудованных классах. Они есть только в школах. Валентина Аскерова, Александр Атропов, Николай Шилко. День с толком.